Наша музыка. Наша. А у нас сегодня гость ресторана и обозреватель журнала «Афиша» Александр Ильин. Доброе утро. Доброе утро. Как мы только что выяснили, человек, которого боятся в ресторанах. Не вообще. Не вообще. Ну, бывает, да. А какой ресторан вас боится, скажите честно. Ну, нет. Мы будем туда ходить и вашим именем пугать людей? Нет, нет. А потому что мы о ресторанах-критиках, конечно, знаем в первую очередь. Мы снимаем «Ротопует». Ротопует. Ну, это шажировная фигура, конечно, на самом деле. Ну, просто надо понимать, что «Ротопует» снят про Францию. Причем про такую шажировную Францию, да. Где, ну, ресторанная культура не то что развита, переразвита, да, гипертрофирована абсолютно. И там мнение-критика, значит, ну, гораздо больше, чем у нас. Потому что, например, если у нас работает какой-то большой холдинг, да, ресторанный, который продает, ну, какие-то дикие количества мяса, пива и там чего хотите, то мнение там одного кого-то жалкого придурка, да, который говорит, что у вас там… Фиговое мясо. Фиговое мясо, да, оно ничего не значит, потому что, ну, это объем, и все равно, ну, подумаешь. А можно, перед тем, как мы начнем беседу, а вы будете там рассказать о ресторанах, куда можно сходить спросить, а что, собственно, делает ресторанный обозреватель, что входит в ваш круг работы? А, ну, прежде всего, конечно, критика ресторанов, отслеживание, что открылось, что закрылось, что происходит вообще в ресторанной жизни, ну, и вообще в жизни вокруг еды. Происходит, надо сказать, довольно много интересного. И люди, которые, например, говорят, что в Москве нет ресторанов хороших, да, все равно нужно сказать, что в Москве невозможно купить хорошие кроссовки, да, но это вот мнение примерно до десятилетней давности. Вот, сейчас в Москве чудовищное количество хороших ресторанов, правда, дикое количество плохих, а вот, ну, это извините. Ну, вот тут возникает главный вопрос, а каким образом, ну, кроме собственного зубка, да, понять хорошие рестораны или плохие? А что, да, что оценивается еда? Какие-то явные признаки, да, вот, приличного ресторана, например? А, ну, приличного ресторана, по-моему, ну, вот, мое личное такое мнение, которое где-то в последние несколько месяцев умировалось, что хороший ресторан возможен только тогда, когда владелец там находится более-менее неотлучно. Вот новые рестораны хорошие, которые я просто вижу, что они хорошие, вижу, как они развиваются, как растут, там все время находится владелец. И владелец не просто там строит персонал, да, он входит во все аспекты. Огромное количество заведений появилось такого плана. Зашел около стойки, съел сосиску, выпил пиво и ушел. Откуда такой тренд, пожалуй? Ну, в Москве не хватает такого тренда, да, уличной еды. Причем это не грязные забегаловки, а именно такие модные, молодежные, хипстерские заведения. Ну, насчет слова хипстерские, как бы, у меня свои соображения, да, потому что, ну, как бы, деньги хипстеров ничуть не хуже, чем деньги, там, не знаю, человек человеком на мотоцикле всего в коже, да. Ну, потому что, когда спрашивают, для кого этот ресторан открыт, ну, как бы, для человека, который в состоянии заплатить деньги за кружку пива, да, условно. Вот. И, знаете, есть такое, среди рестораторов, есть выражение такой чайки, да. Это девушки, которые приходят, берут чайник чая на двоих, и открывают, значит, там, планшеты или ноутбуки, и сидят в Wi-Fi и прекрасно себя чувствуют. То есть, занимает место, которое стоит денег, ну, примерно, представляем. Да, мы понимаем, да, что не заработает ресторан. Девочки-чайки, да, вот они сидят такие, их нельзя выгнать, потому что они, как бы, ну, украшают интерьер, да. Но толпа от них вообще ноль. Ой, слушайте, ну, про чайки мы чуть позже поговорим. У меня просто, вот, знаете, возвращаясь с тем, один вопрос просто хочу сказать. А вот ресторан-обозреватель, он оценивает только кухню или интерьер ресторана? Атмосферу, да, конечно, еще. Официантов? Ну, да, официантов, но, как бы, ресторан состоит из двух половин. Да, это еда и амбиянс, так сказать. Ну, то есть, все, что вокруг еды, да. Просто есть, ну, ресторан, как бы, любой человек, когда открывает ресторан, ну, по идее, он должен понимать, для чего он открывает ресторан. Есть рестораны, где люди ходят тусоваться, где абсолютно, в общем, не важна, какая еда. Да, ну, мы знаем, таких ресторанов тысячи, там ценник такой, что можно машину на зиму переобуть, да, по обедам. Это железно, да. Ну, и там люди заказывают лимонад и сидят, общаются. Лимонадки, есть чайки, а это лимонадки. Не, ну, лимонад там столько денег, что он сознательно такая цена, чтобы как-то столик отбивался, вот. Да-да-да, я выпила лимонад за 1700 рублей. Да, это вот случается, да. Такой вот прямо же укрепещущий вопрос. Я зимой ездил еще в Прагу, так уж попробовал всех вкусных напитков, и ты вот этой, чешской традиционной. Я вернулся в Москву и думал, господи, ну, Москва, громадный год. Качу, вот нормальное чешское заведение, где чешской еды поем и чешского пива. Депривоколена. Да, это Депривоколена и все дела. Я посетил несколько чешских заведений в Москве, что я выяснил, ну, кухня где-то там плюс-минус. Но, например, чешского пива в настоящее сегодня не найдешь. Конечно. Везде только калуга. Клин льет. Калуга, калуга льет. И вот это реально меня дико обломало. Мне кажется, что это обман какой-то. Да, добро пожаловать прекрасный новый мир, да. Это извините. А где можно пить? То есть, я прав, да. То есть, в принципе, невозможно идти. Ну, конечно, 90% проливает, ну, такой местный урагон. Ну, как и немецкий пив. Ну, это понятная история. На самом деле, история с Гиннесом, да, благодаря которому куча народу, ну, на самом деле, сделал большие глаза в свое время, когда его стали лить в Питере. Так. Да. Ну, на самом деле, очень много где вы можете выпить Гиннеса, и в многих местах он питерский. И это достаточно сильно чувствуется. И тут же мгновенно скакнули вверх другие столы-то, да, по продажам. Килкини, там, не знаю, Бауман, да. Ну, которые привозные, которые никто не выбирает. Мы чуть-чуть попозже попросим вас подсказать, куда нужно будет пойти там летом в Москве, да, в ресторан. А передайте, хочу спросить вас. Вы же уже, наверное, пробовали и видели в своей жизни все. Ну, что же можно? Ну, нет. Чем вас удивляла ресторанная Москва вот за последние пару минут? Ну, удивляла, я бы не сказал, что удивляла. Ну, радовала. Потому что... Ну, давайте прям впечатление на вас. Что произвело, расскажите, поделитесь. Впечатление? Ну, буквально вчера я получил впечатление. В парке Горького открылся такой устричный бар. И меня поразило, как люди умудряются на площади хоккейной площадки организовывать такой небольшой карманный лазурный берег. Такую местную лазурочку так и сделали. Кляшу-шезлонги, да? Нет, там столы насыпаны гравили. Даже девочек красиво ходили. Девочек взобилие, да. Больше, чем устрица. Да, это точно. А вот, ну, это нормально летом, да? Потому что как бы устрицы не все летом готовы поедать. Ну, вопрос, а сколько вы стали в очередь в этом устране? Потому что когда я был последний раз в парке Горького, на выходных, это было 2 часа ночи, я имел очереди в любые заведения, ну, частный, может, народу безумный. Нет, нет, я не стоял в очереди, я стол заказал. Понятно, все приличные люди. Через служебный вход. Значит, устричное заведение, как называется? Устричный бар. Устричный бар в парке Горького. Устричный бар. А еще, чем вас удивило? А, так, что же не удивило? А может, неприятно удивило? Вот я просто была недавно в ресторане, неприятно удивило, что когда я уронила стакан, разбила, мне принесли 200 рублей за него. Я думаю, что этого уже не бывает. Да, забавные люди. На самом деле, они причины, конечно, такой поиски. Саша, как вы относитесь к маленьким заведениям, таким небрендовым, которые держат представителей разных стран? Вот, допустим, Духан на Курском вокзале. Отлично, я отлично. Там вот недалеко от Мкады в районе, по-моему, Можайки, сербы держат маленькие заведения. Нет, я все это обожаю. Прекрасно. Это невозможно критиковать, естественно, да, потому что, ну как, невозможно критиковать устоявшуюся кулинарную традицию. Это бред. Ты приходишь и говоришь, там, эти вьетнамцы плохо готовят. Чушь какая. Я не вьетнамец, как я могу об этом говорить. Ну, то есть, понятно, если тебе приносят там суп харчо и говорят, это вьетнамское блюдо, ну, конечно, можно там сказать, что, ребята, вы как-то придите в себя. А в принципе, ну, я очень это люблю и так же, как люблю там всяческие вегетарианские рестораны и прочее. Мне кажется, что в большом городе всего этого должно быть много, дикое количество. И как бы, ну, вот эта пестрота, она очень городу к лицу всегда. А можно, да, вот продолжая вот тему, которую Паша поднял. Два года назад узбекская кухня была просто трендом. Везде открывались рестораны и все бегом бежали жрать самсу. А сейчас везде хинкальные. Что сейчас? Сейчас что, хинкальные, что ли? Ну, хинкальные уже так потихонечку отходят. Ну, просто, понимаете, мода, она же начинается как бы на самом верху, потом потихонечку спускается в массы, да, ну, как любая мода, да. И сейчас хинкальные на самом верху уже так потихонечку отошли, да. Ну, сейчас продолжаем, продолжаем как бы говорить о бургерах, да, в любом случае. Бургеры просто. Да, и мы говорим, да, и мы говорим о том, что Американа, она как пришла, и она становится все ярче, все разнообразнее, и покидает, собственно, вот эту нишу, там, бургер плюс картошка, да. Не, ну, где вот дайнеры вы все имеете в виду, которые там... Ну, не только дайнеры. Сейчас вот, на самом деле, был прекрасный совершенно гастроли. А, дождь гастроли, мы писали, что это поп-оп-ресторан, да, то есть ресторан, который работает без площадки, ну, договариваются просто о площадке, а какой-то приезжает туда на неделю, на две. Приезжал совершенно бешеный человек из Нью-Йорка, называется ресторан Чоп-Шоп, и он неделю готовил новоорлеанскую еду с такими с вьетнамскими акцентами в релиз «Ленивый пес». То есть полностью вынесли меню старое, поставили совершенно новое, он привез с собой майки, бейсболки и iPod, и все. И все? Все, это был напрочь, это был, ну, и мешочек специй. Это был, как бы, абсолютно офигенный ресторан. То есть просто если бы он такой открылся, и туда сходили все, кто вообще принимает решение, да, о формате ресторанов. Я думаю, что такое должно появиться в Москве, ну, точно. А могут ли в Москве, извините, что перебил, могут ли в Москве появиться, допустим, маленькие рестораны, которые держат французы, дешевый ресторан? Ну, ведь танцы, они вот приезжают к нам и дешево готовят нас кормят. А французы могут так вот появиться? Дешевые, вы понимаете, сейчас вот Москва стоит на таком, на распутье, да, витязь на распутье, когда места внутри Садового кольца постепенно так заканчиваются, да. И вот сейчас Москва тихонечко начинает переваливать, ну, вот рестораны переваливать, да. В спальные районы. Да, в спальные районы. И вот там вполне это возможно, только когда, конечно, почва будет подготовлена определенной. Ну, понятно, что в эти рестораны должно приходить там какое-то энное количество народа. Если меньше, то ресторан просто тихо закроется. Я, кстати, рекомендую, о чем вы сейчас говорите. Вот мне в Марии недавно, ну, относительно, я просто открыл, открылся ирландский паук на районе прямо. Отлично. Все отлично. В Москве дешевые и свежие морепродукты. Боябез-то мы не поедим за 100 рублей. Ну, дешевые морепродукты, ну, конечно, в Москве это тяжело. Потому что, ну, как Москва, порт пяти морей, да. Мы все знаем. Соответственно, с морепродуктами тут довольно хреново. Синий холмах. И хоть мясо можем поесть. Давайте здесь аргентинскую говядину выращивать. Ну, да. Ну, в Москве, на самом деле, все можно достать, все можно купить. Просто, ну, вот вопрос. Есть, как бы, ля-маре прекрасная, которая возит практически эталонную рыбу. Ля-маре – это из тех ресторанов, куда не надо ходить за свой счет, а только когда тебя приглашают. Как чайка. Ну, да. Девочка-чайка. Да, как девочка-чайка. Как девочка-чайка. Можно иногда. Давайте так. Я еще знаю серию ресторанов, в которой мы у вас обсудим. Синдиката как раз, в которой нужно ходить только когда тебя приглашают, а не за свой счет. Мы прервемся на 2 минуты на рекламу А после нее мы обсудим, куда же пойти В Москве, в какой прекрасный летний ресторан На веранду Сразу после рекламы А у нас в гостях, я хочу напомнить Ресторан-обозреватель, журнал Афиша Александр Ильин Александр, вот уже мы сколько обсудили ресторан А скажите, сейчас лето, хочется пойти На какую-нибудь красивую веранду Посоветуйте нам какие-нибудь хорошие веранды Посоветуйте веранды Ну, вообще Мы последние полтора месяца Мы только не занимаемся тем, что советуем веранды Это наш огромный проект, который мы дополняем У меня есть несколько любимых веранд Которые просто Самая любимая Самая лучшая веранда Это В парке Горького есть центр гараж При центре гараж работает кафе При этом кафе есть веранда Веранда хорошая, но кормят там такси Ну, почему такси? Там нормально кормят, да Там хороший шеф, он дико недооценен Ну, видимо, это позиция гаража Что они никаким образом его не промотируют А ценовой диапазон? Ну, в 1200 рублей за обед выложить Ну, 1000-3, да Там такая у нее очень дорогая Хорошо, так, гараж в парке Горького Еще куда? Ну, традиционно любимая мной веранда От 3205 в Эрмитаже В Эрмитаже есть ресторан 3205 Есть Вот, и рядом, по другую сторону театра Есть ресторан Каванадо Есть А вот И она круглогодичная веранда И с наступлением лета Она расползается На весь Эрмитаж На весь сад И это, ну, как бы, дико круто Там же еще есть Чайхана? Нет, Чайхана там уже нет Уже нет ее? Да, уже уже Сколько давно не было в Эрмитаже? Господи, нет Так, значит, понятно Триюти какой ресторан? Еще мне нравится очень Как сделана веранда у Хачапури На Украинском бульваре То есть, в Хачапури их много, да Но вот на Украинском бульваре Это идеально отделанный дворик То есть, это просто Ну, это отличный двор Где можно прожить просто Вот, ну, все лето Собственно, некоторые мои знакомые Так и поступают Приходят туда И живут там Едят, пьют, да Ну, так как днем, в общем, там нет особого битка А есть ли какие-то Ну, веранда, например Ну, не очень известно, скажем Не очень эзотизм Которую вот Можно бы за себя открыть Ну, не то, что располагается Прямо вот на всех Центральных улицах Ну, у меня в Куркино Есть отличная веранда Ты же был в неделе рождения Видел же ее Символ Плэджерс Приходи Она сейчас вся в фиолетовом цвете Оформленная Нет, ну, вообще, да Есть, как бы, такие Странные Странные веранды Странные места Да, например, вот Есть такой ресторан Тире магазин Олдич Дрессон Дринк Может быть, узнаете Кстати, рядом с упомянутым фрешем Он находится Просто следующая дверь Вот И у них там веранда Веранда Ну, как веранда Это английский сад Построенный во дворе Это, да Причем, это делал английский садовый архитектор Потому что, ну, там учредители англичане Ну, этнические русские, но англичане А чего там еды? В смысле еды Там шеф Такой прекрасный Прекрасный парень Федор Тардатьян Которого сейчас, кстати Скоро открывается Открывается новый проект В парке Горького Такая гриль-бар Такая веранда Сплошные валочки Вот, на самом деле, я думаю, что это будет интересно Просто он не открыт, поэтому трудно говорить о том, что это офигенные веранда Вот Но Там кормят абсолютно такой классической Франко-английской кухней, да Например, там можно съесть превосходную ромба-абу Которую вы не съедите Ну, то есть, на самом деле, вот люди, которых я приводил кормил ромба-абу У них происходил разрыв шаблона Вот Потому что сначала, когда ты привозишь человека, говоришь Ну, давай, скушай-ка, дружок, ромба-абу Он говорит, да ты сдурел Это, потому что это полное дерьмо Это есть нельзя Я помню, с детского сада Я говорю, ну, может, напряжешься Заставишься Да, заставишь, да Ну, ладно, я тебе там пилку куплю, если тебе не понравится Вот, он начинает есть ромба-абу И ты понимаешь, он сейчас зарыдает просто Потому что он понимает, что его всю жизнь имели, как попало, да С этой ромба-абой А на самом деле, это совсем другое Вот И, ну, я там очень люблю десерты И мне очень понравился там фиш-н-чипс удивительным образом Потому что, ну, в этой паре фиш-н-чипс самое страшное всегда это фиш Да Потому что, когда ты покупаешь фиш-н-чипс, сделанный, так сказать, ну, традиционным образом Это такой чебурек, по сути Ну да И счастье от него может испытывать только, ну, какой-то совсем англомат, да В совершении Там сделано по-другому Во-первых, взята не треска, который пять раз переморожен Взят русский судак Вот Который, ну, лучше хотя бы тем, что он свежее Он весный, конечно Не, ну, что он не ехал полгода там в холодильнике Вот А в качестве... Кляр делается из японской температурной муки Он гораздо тоньше То есть ты получаешь, на самом деле, рыбу с небольшим количеством кляра вокруг А не чебурек с кусочком там чего-то там рыбного внутри Резинового, да Да, и это довольно вкусная история Вот, хотя, казалось бы, да, совсем уж простонародная еда Ну, значит, ладно Раз уж упомянули нашего русского судака Где можно поесть русской еды? Как у мамы, котлетки, пюрешка, вот это вот все Борщ, пельмени Ой, господи Дома! Где русская еда? Паш, дома! Ну, как, ну, русская еда Если мы говорим о русской еде в плане какой-то вот... Кулебяк на четыре угла и всякое такое счастье Да, да Греча Да, да, Греча, да Вот открылся ресторан-композитор в Национальном Цены там, правда, нам дорогие Я им покатила Там взяты одинаковые девушки с одинаковыми, как они называют? Телефонами, телеграфами, да С ноутбуками Одинаковыми эплами С одинаковыми эплами Все, с одинаковыми лицами Нет, и там очень прилично готовят вот именно такую русскую еду Причем они вот копаются прям в архивах И, ну, это сделал такой замечательный ресторан Левин Который не особо звучит, не особо на слуху Но рестораны, которые он делает, они очень такие дотошные Например, один из моих любимых ресторанов мясных в Москве Тальта Ли Есен Это он сделал Это ресторан, который, ну, такой Где делают все, что они делают с мясом в других ресторанах То есть его там каким-то образом тушат Каким-то образом там запекают странно и так далее То есть на самом деле, ну, такая мясная энциклопедия Это как бы не шутка, это правда мясная энциклопедия Поэтому если у тебя есть лишняя десяточка ресторанных композитов А дешевой русской кухни нет в Москве, да? А? Дешевой русской кухни нет в Москве Ну, не то чтобы нет дешевой русской Дешевой русской кухни, кстати, полно Просто она выполняется, знаете, таким, ну, довольно бросовым образом дешевая Есть проекты, которые работают не столько с традиционной русской кухней Сколько вот используют там какие-то французские или там датские даже техники Такие совсем супермодные используют Работают с русскими продуктами Это, по-моему, гораздо интереснее Потому что, ну, во-первых, это современно И это, ну, просто на современный вкус Но наши вкусы, они, в общем, довольно сильно изменились, да? Со времен, там, Второй мировой войны Это очевидно Слава Богу Мы не хотим, да, мы не хотим обжираться Мы хотим красивый Да, мы хотим есть нормально, но, так сказать, чтобы это насыщало, но чтобы это давало какой-то там, ну, какой-то повод для раздумий, да? А можно вопросов? Да, Ваха Я просто хотел спросить Вы упомянули, что вот там где-то, где-то странное место А есть какие-то, ну, интересные заведения, необычные, с точки зрения интерьера, может быть, кухни Которые, ну, мне интересно было бы не только с точки зрения неподействия, но там и посмотреть, что-то Ну, с точки зрения интерьера, как-то я стараюсь Ну, знаете, это вообще такая уходящая натура Делать, делать и делать, так, вкладываться в интерьер То есть, конечно, люди продолжают это делать по-русскому обычаю Ну, как, мы же не пойдем с вами в некрасивый ресторан? Ну, есть ресторан, а, есть, нет, есть ресторан некрасивый, есть ресторан нормальный, а есть ресторан, куда в интерьер вбито, там, миллион долларов, да? И вы понимаете, что этот миллион долларов, он у вас в тарелке, да? Это, это, не надо строить иллюзии, да? Ну, я же не хочу, чтобы там была пластиковая сакура и ковролизм был Нет, ну, между пластиковой сакурой и, не знаю, работой, не знаю кого, Пабло Пикассо на стене, есть, в общем, масса вариантов, да? То есть, не надо делить мир на черное и белое То есть, в принципе, я могу сказать, что, ну, вот смотрите, что здорово переделан, да, в плане переделки Есть ресторан Броссери Мост, да, он в плане еды хорош очень, и в плане интерьера он переделан в такое, ну, броссери, ну, такого, высокого уровня, да? Вот, и, ну, кто был в Мосте до переделки, да, помнит, что там золото, бриллианты всюду, везде там Ну, сталь свисал Да, все дела, ну, все, нещадно ободрали, да, и осталось, по-моему, только в туалете все А там ему и место Золотый багрец, да Находишь туалет, ух, господи, вот, красота-то какая Не, а внутри все довольно скромно, то есть, буржуазно, да, то есть, как бы, ну, буржуазно, но прилично, да, то, чего, в общем, не хватает Вы все время называете новые места, но при этом я знаю, что существуют рестораны, которые уже по 10 лет открыты, по 20 лет открыты Они становятся хуже? Вы их не рекомендуете? Да нет, они не становятся хуже, просто их, ну, либо они, многие из них, на самом деле, стои же плохи, как в самом начале Но пока они существуют и до сих пор Ну, не знаю, вот я совершенно недавно был в ресторане Маргариты на Патриарших Данах Нет, это отстой, давайте... Это вот, да, это он существует, там, с 88-го года, то есть, ну, это ад, да, представляете И там, ну, на самом деле, тот ценник, который они выкатывают, в общем говоря, позволяет пообедать, там, в 10 местах вокруг, да, включая, там, шикарный голландский пав, там, в 50-ти метрах Вот, ну, как они существуют? Не знаю, и в Праге, и в Берлине, и в Лондоне есть куча мест, куда, вот, приходят люди просто, вот, выпить кофе И где невозможно есть, вот, которые существуют, там, по 200 лет, но у нас там 20, но наши 20, это их 200, да, ну, понятно А вот, ну, вот они существуют каким-то образом, там менять не надо ничего, абсолютно Пусть он такой и будет У нас очень мало одиночных ресторанов, у нас очень большие сети Да Он открыт Новиков и открывает сразу, и все, пол Москвы под себя поднял Ну, Новиков уже не очень поднял Сдулся? Ну, не то, чтобы он сдулся, Новиков занимается В забегаловке, например Ну, не то, чтобы в забегаловке, ну, вы имеете в виду Камчатку, которая Ну, Камчатка, это открытие прошлого года, поэтому Сейчас, в этом году он открыл что? В этом году он открыл чипс напротив ЦУМа И открыл он страну, которой нет, которую я очень не люблю У меня такой вопрос, у меня остается мало Мы, как любители, не то, чтобы совсем поесть, а вот где-то по выходным зайти и приятно посидеть Так, может быть, мы еще раз пригласим Александра, он нам делает обзор лучших пивных ресторанов уже отдельно Вот буквально, может быть, несколько баров, которые мы с вами сможем посетить на эти выходные Немецкая кухня, я разочарован выбором в Москве, немецких баров Немецких баров Немецких баров Ну, лучше, да, лучше английских, потому что они сейчас как-то повеселее Ну, на самом деле, ну, просто с немецкой кухней, понимаете, когда люди открывают, они же смотрят на, условно говоря, сколько народу жаждет того или иного Ну, любой немецкий шеф, которого вы привезете сюда, он же начинает выдумывать и изощряться, да То есть, довольно трудно привезти немецкого шефа, который будет честно жарить капусту Ну, да Вот, ну, просто... Ну, а нашим ничего не нужно, кроме рульки Они же не знают наши участники едального процесса А Маурташин, Аклабы, Аштолин Слушайте, валите в Германию, а, Павел Анатольевич Че вы нам, русский мозг, компостируете своим? Да к вам русским не дают русскую еду есть А че? По миллиону рублей Мы прекрасно, мы в химкарную пойдем Так, подожди, подождите Внесу здесь, ребят, я хочу, чтобы выслушать еще полюбую пару мест, куда я могу на эти выходные сходить Дача Вот и поедем Дача Пара мест А, кстати, чтоб выпить, вот мое любимое просто место сдаю, да, вот свое личное место Винный бар Винтаж Это просто, а? Это на улице Карасино Это совершенно, да, это отличное место Вы можете прийти Так там доля все на себя перетянула Доля вообще не имеет отношения к делу, в данном случае, вообще никакого Да Это бар Винтаж Это сделал человек, которому принадлежат два, насколько я знаю, винных магазина Он продает вино по цене полки То есть вы можете прийти и купить Вот мой рекорд, я купил бутылку за 480 рублей Класс Да, и с великим просто И хозяин, как правило, находится там И сомелье, который у него есть То есть там все время какое-то количество дежурных сомелье в зале находится И у них нет идеи продать вам что-то там за 25 тысяч долларов США, не знаю что-нибудь То есть он смотрит и говорит, ну, вы рассчитываете на какие деньги Если у вас есть 500 рублей, он найдет вариант Он найдет вариант Единственная проблема, там нет вин по бокалам Потому что там принято считать, что вино открытое, оно должно быть выпито прямо вот сейчас По бокалам это суета и никому не надо Потому что в аквариже захочешь, не хочешь, но бутылку придется выпивать Да, ну, вы можете купить бутылку там за 700 рублей И причем это будет аналог того же, что, собственно говоря, тоже есть в меню Вот такой толщины меню с руку просто реально Ну, винная, винный лист А закусочки дают там? Закусочки дают А только бар плохой, да? Да, плохой бар Да, плохой бар Слушайте, у нас совсем время осталось совсем мало Да, ресторанный обозреватель журнал «Опиш» у нас был Но я вчера случайно, разговаривая с Александром, узнала, что он живет там же, где я В Химках Да Вы с какой стороны дороги живете? Там, где Химки, или там, где Химки? Я в Куркино живу Ну, да, я живу рядом с Каруселью Да вы что? Тогда давайте, пока никто не слышит, скажите, я-то живу просто в Simple Pleasures на веранде А есть еще какие-то места? Или что вы порекомендуете в Куркино? Нет, я бы ничего не стал не верить А как же нет? Ну, там смешно Нет, ну, там смешно, конечно Центр? В Марьино, что ли? В Марьино, что ли? На самом деле, один из самых посещаемых мной ресторанов – это Тургриль на Речном вокзале Потому что это близко рядом с метро, это уверенное качество и так далее Понятно Ну, живя в Химках, я в ближайшее место могу порекомендовать такое Хорошо, у нас в гостях был Александр Ильин, ресторан-обозреватель журнала «Офиша» Я думаю, может быть, мы еще раз увидим Александра Он нам расскажет и о лучших пивных ресторанах, и о лучших стейхаусах, и где бургер-то поесть Ну, это вот прямо сейчас надо? Нет, это я думаю, что там еще раз мы вас заманим Это голго Наше